Накануне около шести вечера в Нижнем Тагиле на вагонке алканав, тридцидевист и лишенец сивушным выхлопом в придачу. За рулем темно-синего жигуленка промчался на красный и сбил на зебре 35-летнюю женщину. Судя по помятостям пятерки и паутине на лобовом стекле, удар был очень сильным. Серьезно травмированную женщину на скорой увезли в первую городскую больницу. А на виновника аварии на месте состарили три протокола, один хлеще другого. Он повторно сел за руль жигуленка, предположительно бухим и лишенным прав, за пьяную рулежку. По сообщению ГИБДД, 46-летний уголовник, но об этом чуть позже, мчался в сторону Ленинградского проспекта и на улице Алтайской напротив дома с номером 31. Не остановился перед регулируемым пешеходником, когда на светофоре загорелся красный. В тот момент по зебре шла женщина. Остановиться предполагаемый автобухарь смог лишь в метрах 20 за пешеходником. По предварительным данным, водители имеют признаки алкогольного обвинения, что в дальнейшем будут видны соответствующие меры. Устанавливаются все причины возникновения дорожно-транспортного происшествия. Хотелось бы обратиться к водителям, напомнить о том, что езжать на пешеходный переход можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии пешехода. На нем проезжать на запрещающий сигнал светофора переплески пешехода, переходы запрещаются. А пешеходам еще раз напомнить о том, что выходя на пешеходный переход необходимо убедиться в своей безопасности. Дудь-валкотестер рулевой «Жигуленка» наотрез отказался и не в первый раз. Послужной список автозалетчика-лишенца поражает воображение. Он четыре раза привлекался к ответственности, в том числе за отказ, от метод свидетельствования, за что лишился прав. Более того, на нем висит и уголовка за повторный и бухой автозалет. Но судное решение пока не вступило в законную силу. Тагильчанин, вместо того, чтобы завязать с этим делом, снова сел за баранку. И на этот раз с тяжкими последствиями. Ему на месте выписали три протокола, как вы уже слышали. За повторное управление автомобилем без прав, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за выезд на встречку. Самая суровая статья, не считая сбитой женщины. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, как уточнили в ГИБДД. А это чревато штрафом до 300 тысяч или обязательными работами до 480 часов. Наконец, тюремным сроком до двух лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...